Урбанистический форум в пятый раз собрал в Москве лучших российских и международных экспертов в области урбанистики, архитектуры и градостроительства. Форум двудневный и по традиции разделён на закрытую деловую часть и открытую фестивальную программу. 2015 год стал юбилейным не только для самого форума. В октябре исполнилось ровно пять лет с момента прихода новой команды правительства Москвы. Поэтому ключевая повестка форума была посвящена накопленному за эти годы опыту и достижениям столицы. За последние пять лет мы сумели развернуть одну из крупнейших в мире программ развития транспортной инфраструктуры. Темпы строительства метро были увеличены в полтора раза, темпы дорожного строительства в два с половиной раза. В следующем году будет запущено движение по МКЖД. В стройке находятся более 30 станций метро. Заключены контракты на обновление подвижного состава метрополитена. Наземный транспорт должен перейти на новую модель перевозки пассажиров. По словам мэра, город набрал высокие темпы развития и входит в число мировых лидеров. Единственное, замечу, что те преобразования, которые делались в европейских городах, в течение десятилетий нам пришлось проходить за считанные годы. Масштабная экспозиция правительства Москвы рассказала посетителям как о готовых проектах в области создания города, комфортного для жизни, так и о тех, которые реализуют в ближайшие годы. Речь идет о проектах развития метро, дорог, транспорта, жилья, а также здравоохранения, промышленности и предпринимательства. Посетители смогли совершить виртуальное путешествие по парку на велосипеде и принять участие в экологических уроках. Центральной экспозицией стала архитектурная модель главной водной артерии столицы. А это инсталляция Москвы-реки. Здесь можно увидеть, как будут развиваться территории вдоль воды, такие как промзона Зилна-Гатинская пойма, Симоновская набережная и даже парк у стен Кремля в Заряде. А это макет парка, который разобьют на месте снесенной гостиницы «Россия». Проект поистине уникальный. В Заряде принесут четыре характерные для России ландшафтные зоны – тундру, степь, лес и заливные луга. Здесь построят филармонию и накроют ее прозрачным куполом. А над рекой появится парящий мост. Лучшие московские проекты в рамках деловой программы обсудили на круглых столах и панельных дискуссиях. Конечно, очень полезный опыт, особенно иностранцев, потому что мы послушали опыт, скажем, того же Лондона по развитию, послушали опыт очень хорошего Лейпцига по сохранению исторических зданий, послушали работу Сингапура. Мы исторически с ними всегда работаем. Поэтому все предложения, которые сегодня обсуждались, будут внесены. Мы в виде доклада подготовим и на отдельном штабе по градполитике у мэра будем обсуждать. Из них, безусловно, часть предложений возьмем в нашу дальнейшую работу. За два дня форум посетило более 8 тысяч человек. В работе приняли участие эксперты из Великобритании, Испании, Сингапура, США, Италии, Бельгии, Канады и Германии. Они отметили положительные изменения в развитии Москвы за пять лет. Я хочу отметить, что пять лет назад Москва была первым городом по количеству пробок, и ситуация была очень плачевная. Однако впоследствии уже намечаются улучшения, и мы их можем видеть, привлекаются инвестиции, и Москва теперь не на первом месте по количеству пробок и проблем на дорогах. Я думаю, что в Москве будет очень любопытен опыт совместного использования машин, каршеринг, то, что сейчас очень популярно в Милане. Интересно, как такая система будет работать в Москве? Принесет ли она также хорошие результаты? Результаты налицо, результаты замечательные. Мне устаю повторять рекордный темп строительства метро, 15 станций меньше 24 года. Это, естественно, жилье, объемы вводимого жилья, несмотря на кризис. Это, естественно, развитие других инфраструктур, общественных пространств. Мне кажется, замечательная идея все-таки с общественными пространствами, пешеходными улицами. Жители действительно живут в рамках города, а не только в рамках своего офиса или квартиры. В Париже мы хотели бы иметь больше пешеходных улиц, причем в старом Париже. В Москве здесь хорошие базы. Это большое количество зеленых насаждений, например, которых нет в таком объеме в Париже. Но это надо не растерять, это надо поддерживать. Что есть общего у Москвы и у Барселоны, это то, что есть вот такой очень большой архитектурный багаж в Москве, здание еще 20-х годов, которое до сих пор служит городу. И одна из главных задач – это сделать так, чтобы они продолжали городу служить и продолжать современное строительство в этом ключе. Первый раз я приехал в Москву в декабре 2011 года, и сейчас уже мой пятый визит в Москву. И я могу сказать, что с каждым годом ситуация улучшается. Улучшается она и в сфере дорожного движения, и инвестиций. Мне очень приятно видеть подобные изменения в лучшую сторону. Продолжением делового дня Урбанфорума стал фестиваль. Манеж открыл свои двери для всех горожан. Здесь можно было узнать, чем, а главное, как живет Москва каждый день. Утро на форуме началось спортивно. Кураторы школы идеального тела провели открытую кардиотренировку. Все, что нужно было взять с собой – это спортивную форму или просто прийти в ней. Вода и коврики уже ждали своих героев. Синовичная планка, встаем вниз. С нами вместе, два, раз, два. Вместе, вместе, рот, рот, раз, два, три, четыре, раз, два. В обед прошли мастер-классы по кунг-фу и фехтованию. А во второй половине дня предприниматели поделились историями успеха городских проектов. Фестиваль завершился концертной программой. Ольга Зиневич, Карина Горобец, Иван Коробков, Виктор Поляков. Строймысл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова